Фильм о музе великого кутюрье Кристиана Диора, манекенщица с казахскими корнями, вновь собрал публику. На этот раз в Алмата. Картина называется «Алла. Восточная жемчужина Диор». Закрытый показ документальной ленты ранее прошел в Париже. И теперь презентация официальной версии состоялась в Алмата. Путь к этому фильму был долгим. Экономист и дипломат Берлин Иришев однажды случайно увидел портрет таинственной незнакомки на парижском рынке антиквариата. Загадочная азиатка с картины была из другого времени, но из родных краев Иришева. Это была Алла Ильчун. Узнав об этом удивительном факте, он решил исследовать ее историю. Алла, которая считалась китаянкой, потому что она прибыла в Париж в 1936 году из Шанхая, благодаря нашему исследованию выяснилось, что она казахская, отец казах, мать русская. Но в ее лице была полнейшая азиатская внешность. Ее спокойно воспринимали как китаянку. Как оказалось, ее мать Тамара была дочерью белогвардейца. Отец Куанхан сыном зажиточного бая из города Верны. В середине 20-х годов прошлого столетия он был командирован на строительство железной дороги в Харбине. А в 1936, когда обстановка в Маньчжурии стала неспокойной, отец Алла отправляет семью в безопасный Париж. Там Алла работает официанткой, а позже проходит кастинг на шоу Диора. Она впервые была представлена на подиуме высокой моды, именно в те далекие послевоенные года, именно как азиатка. И это было революционное событие, потому что до нее каноном красоты считалась европейская женщина. Фильм затрагивает события 70-летней давности, поэтому задача стояла сложной. Найти тех, кто лично знал Аллу, выкупить кинохронику, видеозаписи. В поисках дошли до самого Фредерика Миттерана, бывшего министра культуры Франции. Он же и сказал про Аллу, суетливым улью манекенщиц, она королева.